В Уфе состоялось завершающее в этом году совещание в правительстве. Прошло оно в привычной рабочей обстановке. В последние дни перед Новым годом обсудили два важных вопроса. Это задолженности по заработным платам и инвестиции. На конец декабря в республике задолженность по зарплатам перед работниками составила более 500 миллионов рублей. Двумя неделями ранее она была 635 миллионов. По статистике 75% долгов приходится на предприятия банкроты. Буквально за две недели благодаря нашей совместной работе реально, я подчеркиваю, реально людям выплатили свыше 124 миллионов рублей. В моем понимании, если бы мы все вместе так же активно работали на протяжении всего года, то, наверное, у нас была бы на сегодня минимальная задолженность и в перспективе мы бы работали только на предотвращение возникновения долгов по заработной плате. Ради Хабиров отметил, что за две недели удалось преодолеть негативный тренд по задолженностям и извинился перед жителями республики. Нам остается признать, что задолженность есть, в Новый год люди уйдут без заработной платы. Я за это извиняюсь перед людьми и хочу сказать, что эту ситуацию мы будем переломать. Одним из лостых неплательщиков заработной платы является Уфимский фанерный комбинат. Предприятие не выплатило 35 миллионов рублей. По Уфимскому фанерному комбинату, ну вот вы тоже сегодня слышали, что возбуждено уголовное дело, очередное уголовное дело возбуждено. Сейчас этим вопросом плотно занимается прокуратура республики совместно со Следственным комитетом. А с приходом Ради Хабирова в правительстве начали заниматься вопросами инвестиций. По итогам шести встреч с инвесторами республика получила 19 проектов, пять соглашений и более 75 миллиардов рублей привлекаемых инвестиций. Несмотря на положительные результаты, некоторые комитеты до сих пор не представили свои предложения. Я понимаю, может быть там, ну, Минмолодежь ничего не может представить, это я понимаю, но я не очень понимаю, почему Гострой нам ничего не представил. Мне что ли лично этим заниматься? Значит, не понимаю, почему в Госкомторговле ничего не представил. Нету что ли тогда? Зачем нам такое в Госкомторговле? И почему в Госкомпредпринимательстве ничего не представлено на инвестчас? Вы начинайте, коллеги, работать, ладно? Начинайте, пожалуйста, выискивайте. Это ваша задача. Вообще госком предпринимательство здесь вот должен. Нам просто, как говорится, мы дух должны не успевать переводить, как нам инвестиции идут. Этим надо заниматься. В конце совещания Ради Хабиров поздравил чиновников с наступающими праздниками и поделился, каким будет следующий год. Уважаемые коллеги, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Год был такой очень рабочий. Год, коллеги, для вас, еще раз говорю, был определенным вроде стрессом, поскольку смена руководителя всегда это большой стресс. Но, по-моему, мы уже за такой небольшой промежуток времени научимся, по крайней мере, слышать друг друга и начинаем понимать тот характер требований, которые я предъявляю. И я вам за это благодарен. Следующий год будет еще более активным. Легко не будет, весело будет и интересно будет. Глеб Безбородов, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.